Еду в деревню. Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь. Так-то, душа моя, от добра добра не ищут. Черт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Грустно, душа моя, обнимаю тебя и целую наших. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь. Страшно, страшно по неволе средь неведомых ровни. Эй, пошел, емщик, нет мочи. Коням, барин, тяжело. Вьюга мне слепает очи. Все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно. Сбились мы, кто сделает нам. Боли бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Рождение маленьких трагедий было похоже на чудо. В течение двух-трех недель осенью 30-го года из-под пера Пушкина выходили одна за другой пьесы. Кажется, в его душе не прекращался какой-то диалог. Человеческие речи сталкивались друг с другом, спорили, схватывались иногда, кажется, не на жизнь, а на смерть. Дата окончания первой пьесы из четырех «Скупого рыцаря» 23 октября, дата окончания последней «Пир во время чумы» 8 ноября. Вот так предельно сжат срок создания этих шедевров. Тогда же, Болдинской осенью, Пушкин написал замечательный трактат о театральном искусстве и дал там формулу, которая жива до сих пор, мы ею часто пользуемся, формулу этого вида искусства. Истина страстей и правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах. Вот чего требует наш ум от драматического писателя. Истина страстей, правдоподобие чувствований, предполагаемые обстоятельства. Наверное, стоит внимательнее присмотреться к обстоятельствам создания маленьких трагедий. Это уясняет их содержание и значение. Первым таким обстоятельством можно считать одиночество поэта. Одиночество человеческое, общественное, социальное. Это одиночество трагически документировано, так можно сказать. На листе бумаги, элегия памяти Амалии Резнич. На обороте той же страницы перечень сюжетов. Листок этот относится к временам пребывания Пушкина в Михайловском. Перечень сюжетов входит Дон Жуан, Моцарт и Сальери, Ромул и Рэм. Там нет только первое время чумы, да, скупой. Там же на этой страничке загадочные буквы. Долго не могли разгадать исследователи. У, О, С, Р, П, М, К, Б и цифра 24. Расшифровано это так. Узнал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева. 24 июля 26 года. Вот когда в сознании Пушкина родился перечень близких ему драматических сюжетов. Четыре из них были реализованы осенью 30-го года. Пушкин знал цену человеческому братству. Лицейская дружба, дружба с Дельвигом, Кюхельбекером, Пущиным. Это было счастье. За те годы, которые отделяет Михайловское от Болдина, Пушкин в полную меру, но еще, увы, не в полную меру для него самого, узнал, что такое одиночество. Человек, противостоящий злу, противостоящий смерти, противостоящий всем ужасам жизни, человек, находящий в себе силы противостоять этому или не находящий этих сил. Человек, подверженный всему, от чего он зависит в жизни, сопротивляющийся этому или не сопротивляющийся. Вот круг проблем, которые занимают Пушкина, севшего писать пьесы. Я сунулся было в Москву, да узнав, что туда никого не пускают, воротился в Болдина, да жду погоды. Ну уж погода. Знаю, что не так страшен черт, як его молюют. Знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки, да отдаленность, да неизвестность. Вот что мучительно. То есть душа моя плетнёв. Хоть я и не из иных прочих, так сказать, но до того доходит, что хоть в петлю мне и стихи в голову не лезут, хоть осень чудно, и дождь, и снег, и по колено грязь. Есть ещё один очень интересный документ. Это тот титульный лист, который Пушкин очень точно не только написал, так сказать, не только заготовил, но, можно сказать, нарисовал к своим пьесам. На этом листе такие слова. Он пробует как назвать, как определить тот жанр, который он создаёт. Совершенно очевидно, что ни одно слово тут его не удовлетворяет до конца. Такого слова нет. Кстати, нет его и сейчас, сколько бы об этих загадочных и прекрасных пьесах не было бы написано учёных трудов. Сам Пушкин пишет. Драматические сцены — это общий заголовок. Потом, драматические очерки, драматические изучения, опыт драматических изучений. Чуть позже в письме Плетнёву мелькает слово, которым мы до сих пор называем эти пьесы. Маленькие трагедии. На этом же листе рисунок, мужское лицо. Долго думали, что это портрет скупого рыцаря. Недавняя догадка исследователей замечательная. Это портрет Шекспира. Шесть лет отделяющих Годунова от маленьких трагедий — это время, когда Пушкин сознательно учится у Шекспира. Шекспировская вольность суждений, шекспировская объективность, шекспировская смелость в контрасте злого и доброго, смешного и печального, трагического и комического. Вот была школа Шекспира. Но самое, может быть, прекрасное, самое интересное — не только то, чему Пушкин научился у Шекспира, но то, что он... не то, чтобы Шекспиру противопоставил, но то, что... как он наметил свою из Шекспира очень интересную и, может быть, у Шекспира не существовавшую, еще не проторенную им дорогу. Пьесы Пушкина в сравнении с шекспировскими — это вот крошечная пьеса. Шекспир огромен. Возьмите любую его трагедию, комедию. Она велика, пространна, развернуты характеристики действующих лиц, огромные монологи. О пьесах Пушкина прекрасный современный поэт Анна Ахматова сказала так «Головокружительный лаконизм Пушкина». Ну, лучше не скажешь. Действительно, головокружительный лаконизм до сих пор может быть одно из самых основных препятствий к их сценическому воплощению. Очень интересно, он кончает каждую из этих четырех пьес. Шекспир кончает драматическим финалом. Он почти канонизирует способ окончания трагедии. Многие ему потом и подражают, и учатся в этом, и так далее. Финалы Пушкина совсем иные. Пушкин ставит знак вопроса или отточие. Он думает сам и нас приглашает думать. О чем же? Вот первая пьеса «Скупой рыцарь». У известного ленинградского нумизмата мы попросили несколько монет. Просто, чтобы показать их вам. Они очень разные. Вот огромная копейка. Как странно видеть ее сейчас. Она такая тяжелая. Тут разные монеты. Французские, немецкие, луидоры, сантимы, франки. Есть русский рубль времен Павла. На нем такая надпись. «Не нам, не нам, а имени твоему». Не столько, по-моему, мудрое, сколько лукавое. А вот рубль пушкинского времени. Выпущен в 1818 году. Презренный металл, из-за которого столько мучений испытал и поэт Александр Сергеевич Пушкин. И свойства которого, влияние которого на человеческую душу гениально проанализировал в предельно краткой пьесе «Скупой рыцарь». Рыцарь, человек, которому положено быть щедрым, благородным, помнить о чести. Этот человек проводит счастливейшие минуты своей жизни не где-нибудь, а в подвале, сидя на сундуке, потом торжественно открывая этот сундук и любуясь горстью вот этих самых монет, понимая, что только в эти секунды он ощущает себя самым сильным, самым могущественным из всех, кто существует на земле. Ему все подвластно. Пушкин там говорит, что он испытывает удовольствие от того, что ему подвластен вольный гений. Пожалуй, нет более страшной мысли для поэта, чем это. Но барон так думает и тем он страшен. Пушкин пишет по существу о том, что все извращено в людях от того, что зависят они от этого презренного металла. Извращено, искажено, пугающе. Мне не спится, нет огня, Всюду мрак и сон докучный, Ход часов лишь однозвучный Раздается близ меня. Парки бабьи лепетанье, Спящей ночи трепетанье, Жизни мышья беготня. Что тревожишь Ты меня, Что ты значишь Скучный Шепот Укоризна Или Ропот Мной Утраченного Дня От меня Чего Ты хочешь Ты зовешь Или Пророчишь Я Понять Тебя Хочу Смысла Я В тебе Ищу Пушкин Ничего Не боится Его мысль Его воображение Как бы не ощущает Никаких преград Ни временных Ни пространственных Ни исторических Никаких Он не боится Традиций Не боится Традиционных Сюжетов Ну Куда уж Традиционнее Сюжет Дон Жуани Пушкин Пишет Каменный Гость Берет Классическую Веками Утвержденную Схему Мифа Трактует Ее Абсолютно Вольно Принято Считать Что Образы Лауры И Донны Анны Образы Полярные Верно Ну И в то же Время Неверно Мне кажется Во всяком случае Спорно Удивительны Женщины Которые Пушкин Образы Которых Пушкин Создал В маленьких Трагедиях Они действительно Разные Лаура Актриса Женщина Как бы Легкомысленная Никаким Особым Идеям Не приверженная Но Пушкин Удивительно Каждому Характеру Щедро И спокойно Отдает Частицу Своего Лауру Так Переполняет Ощущение Жизни И того Счастья Которое Может быть Дается На минуту И которое Само По себе Не зависит От того Что происходит Где-то Рядом А происходить Может что-то Ужасное Это ощущение Тоже чисто Пушкинское И стоит ли Об этом Забывать А Вдруг Вдруг Соединить Как бы В один Хотя Они Бесконечно Различны То Что происходит В сцене У Лауры И драматично Конечно же А вдруг Кажется Иногда Почти Смешно Во всяком Случай Окрашено Какой-то Удивительной Не похожей Ни на На То же Ощущение Ни у Одного Другого Русского Писателя Мудрой Иронией Комната Ужин У Лауры Первый Гость Клянусь Тебе Лаура Никогда С таким Ты Совершенством Не играла Как роль Свою Ты Верно Поняла Второй Как развела Ее С какой Силой Третий С каким Искусством Лаура Да Мне удавалось Сегодня Каждое Движение Слово Я Вольно Придавалась Вдохновенью Слова Лились Как будто Их Рождала Не память Рабская Но Сердце Первый Гость Правда Да И теперь Глаза Твои Блестят И щеки Разгорелись Не проходит В тебе Восторг Лаура Не давай Остыть ему Бесплодно Спой Лаура Спой Что-нибудь Лаура Подайте Мне Гитару Поет Все О браво Браво Чудно Бесподобно Первый Гость Благодарин Волшебница Ты Сердце Чаруешь Нам Из Наслаждений Жизни Одной Любви Музыка Уступает Но И Любовь Мелодия Взгляни Сам Карлос Тронут Твой Угрюмый Гость Второй Какие Звуки Сколько В них Души А чьи Слова Лаура Лаура Дон Гуан Дон Карлос Что? Дон Гуан Лаура Их Сочинил Когда-то Мой Верный Друг Мой Ветреный Любовник Дон Карлос Твой Дон Гуан Безбожник И Мерзавец А ты Ты Дурак Лаура Ты с ума Сошел? Да я Велю Тебя Сейчас Зарезать Моим Слугам Хоть Ты Испанский Грант Дон Карлос Встает Зови Жи Их Гость Лаура Перестань Дон Карлос Не сердись Она Забыла Лаура Что? Что Гуан На поединке Честно Убил Его Родного Брата Правда Жаль Что Не его Дон Карлос Я Глуп Что Осердился Лаура Ага Сам Сознаешься Что Ты Глуп Так Помиримся Дон Карлос Виноват Лаура Прости Прости Меня Но Знаешь Не могу Я Слышать Это Имя Равнодушно Лаура А Виноват Илья Что Поминутно Мне На язык Приходит Это Имя Гость Ну В знак Того Что Ты Совсем Уж Не Сердита Лаура Спой Еще Лаура Да На прощание Пора Уж Ночь Но Что Ж Я Спою А Слушайте Поет Все Прелестно Бесподобно Лаура Прощайте Ж Господа Все Прощай Лаура Выходит Лаура Останавливает Дон Карлоса Ты Бешеный Останься У меня Ты мне Понравился Ты Дон Гуана Напомнил Мне Как Выбронил Меня И зубы Стиснул Скрежетом Дон Карлос Счастливец Так Ты Его Любила Лаура Делает Утвердительный Знак Очень Лаура Очень И Любишь И теперь В сию Минуту Нет Не Люблю Мне Двух Любить Нельзя Теперь Люблю Тебя Скажи Лаура Который Год Тебе Осьмнадцать Лет Ты Молода И Будешь Молода Еще Лет Пять Или Шесть Вокруг Тебя Еще Лет Шесть Они Толпиться Будут Тебя Ласкать Лелеять И Дарить И Сиренадами Ночными Тешить И За тебя Друг Друга Убивать На Перекрестках Ночью Но Когда Пора Пройдет Когда Твои Глаза Впадут И Веки Сморщась Почернеют И Седина В Косе Твоей Мелькнет И Будут Называть Тебя Старухой Тогда Что Скажешь Ты Тогда Зачем Об этом Думать Что За Разговор Или У тебя Всегда Такие Мысли Приди Открой Балкон Как Небо Тихо Недвижен Теплый Воздух Ночь Лимоном И Лавром Пахнет Яркая Луна Блестит На синеве Густой И Темной И Сторожа Кричат Протяжно Ясно А далеко На севере В Париже Быть Может Небо Тучами Покрыто Холодный Дождь Идет И Ветер Дует А нам Какое Дело Слушай Карлос Я требую Чтоб Улыбнулся Ты Ну Тото Дон Карлос Милый Демон Кей Лаура Лаура Кто там Чей это Голос Отопри Лаура Уже ли Боже Здравствуй Дон 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 Гуан Как Дон Гуан Лаура Милый Милый Друг Кто У тебя Моя Лаура Я Дон Карлос Вот Нечаянная Встреча Я Завтра Весь К твоим Услугам Нет Теперь Сейчас Лаура Дон Карлос Перестаньте Вы не на улице Вы у меня Извольте Выйти Вон Дон Карлос Я Жду Ну Что ж Ведь Ты При Шпаге Ежели Тебе Не Терпится Изволь Бьются Лаура Ай Ай Гуан Кидается На постель Дон Карлос Падает Дон Гуан Вставай Лаура Кончено Лаура Что там Убит Прекрасно В комнате Моей Что делать Мне теперь Повесать Дьявол Куда Я выброшу Его Дон Гуан Быть может Он жив Еще Лаура Да Жив Гляди Проклятый Ты прямо В сердце Ткнул Небось Не мимо И кровь Не идет Из треугольной Ранки А уж Не дышит Каково Дон Гуан Что делать Он сам Того Хотел Лаура Эх Дон Гуан Досадно Право Вечные Проказы А все Не виноват Дон Гуан Лаура И давно Не виноват После Переговорим Последняя Сцена Этой Пьесы Сцена Страшная Она Кончается Гибелью Дон Гуана Явлением Статуи Командора Смертью Героя И совершенно Неизвестно Что в это время Происходит С Дон Конец Трагический И кажется Что-то здесь Пушкин Напророчил По поводу Самого себя Во всяком случае Его Вечное Стремление К счастью И вечное Неверие В прочность Счастья Ощущение Его Зыбкости Мгновенности Минутности Вернее И очень Болезненное Почти Чувство Что счастье Вот-вот Будет потеряно И оно Действительно Отнимается В ту минуту Когда оно Человеком Приобретено Вот это Может быть Самое Щемящее Содержание Этой И печальной Грустной И в то же время Удивительно Светлой Пьесы Мчатся Тучи Пьются Тучи Нередимкою Луна Освещает Снег Летучий Мутно Небо Ночь Мутна Мчатся Бесы Рой За рот В Беспредельной Вышине Визгом Жалобным И Воем Над Моем Плани Сердце Мет Что сказать О последней Из четырех Маленьких Трагедий О пире Во время чумы Кажется Пушкин Рванулся Очередной Раз Из своего Болдина Толкнулся Об очередной Карантин Вернулся В злобе И раздражении И взял С полки Книжку Наверное Это было не так Но почему-то Рисуется именно Такая картина И книжка Этой Была Пьеса Его современника Джона Вильсона Наверное Он захватил Ее с собой В Болдина Она только что Вышла в Париже В двадцать девятом Году И Может быть Действительно Так и оказалось В Болдина Взял Прочитал Город Чумы Или чумной Город Пьесу Вильсона И поразился Тому В каких Сходных Обстоятельствах Иногда Страдают Люди Потом Отложил Эту трагедию Вильсона В сторону Извлек Из нее Одну Картину И на основе Этой Одной Картины Фрагменты Чужой Пьесы Свободно И вольно Создал Прекрасную Пьесу Назвав Ее Пир Во время Чумы Звучит Так же Как Скупой Рыцарь Уже В названии Диалектика Жизни И странное И страшное Противостояние Ее полюсов Пир Во время Чумы Со знаком Вопроса Морален Ли такой Пир Имеет Ли он Право На существование Что в нем Падение Человека Как об этом Говорит Священник Или победа Его Давайте Вместе Думать С моей Точки Зрения Это Пьеса О человеческом Мужестве И опять же О необходимом Противостоянии Человека Кошмар Которая Может Возникнуть Рядом С ним Или вокруг Него Вот открываем Допустим Пьесу Вильсона Что такое Гимн Тот самый знаменитый Гимн Чуме Который мы знаем Стоит в центре Как кульминация Пушкинской пьесы Читаем Чужие строки Переведенные На русский язык И понимаем Что такое Слово Пушкина Геката Чего повторяю Берет Чужое слово Находит ему Даже нельзя сказать адекватное Повторяю Не могу сравнить это точно С Вильсоном Но находит ему Соответствие В русской речи Показывая всю силу И этой речи И собственные мысли И самое главное Своего собственного Пушкинского Торжествующего Победно-человечного Отношения К окружающей жизни Когда могущая зима Как бодрый вождь Ведет сама на нас Косматые дружины Своих морозов И снегов Навстрече ей Трещат Камины И весел Зимний жар Перов Царица Грозная Чума Теперь Идет На нас Сама И льстится Жатвы Богатые К нам В окошко День и ночь Стучит Могильной Лопатой Что делать нам И чем Помочь Как от проказницы Зимы Запремся Так же Чумы Зажжем Огни Нальем Бокалы Утопим Веселою Умы И заварив Пиры Да балы Восславим Смертного Таит Неизъясним Наслаждение Бессмертия Может быть Залог И счастлив Тот Кто Средь Волнения Их Обретать И Ветать Мог Итак Хвала Тебе Чума Нам не страшна Могила тьма Нас не смутит Твое призвание Бокалы Пеним Дружно Мы И Девы Розы Пьем Дыхание Быть Может Полное Чумы Мы На мойке В доме Где жил И Умер Пушкин Сколько раз Не приходишь сюда Думаешь Об одном О том Как удивительно Продолжается Жизнь Гения После его Смерти Одну Из своих Маленьких Трагедий Пушкин Посвятил Этому Бытию Гениального Человека Неизбежному После его Физической Кончины Это пьеса Моцарта Сальери Плод Очень интимных Очень глубоких И давних Раздумий Пушкина О судьбе Художника И о его Взаимоотношениях С окружающими Людьми Когда писалась Эта пьеса Мы уже Говорили Об этом Горькое Чувство Одиночества Поселилось В душе Пушкина Но в ту Удивительную Болдинскую Осень Именно это Горькое Печальное Чувство Давало Удивительную Пищу Его Воображению Его Музе Он Воссоздавал Судьбы Тех Которые Были Одиноки По своей Ли воле Или по Воле Других Одинок И Моцарт Какой Он В жизни Был Как он Вел себя Как играл С детишками На полу Как разговаривал Это и трудно И легко Себе представить Каждый Представляет Это Себе По-разному А как Сыграть Актера Право Это загадка Пушкин Зачеркнул Первоначальное Название Трагедии Зависть И пьесу Свою Моцарта Сальери Конечно Написал Не только О завистнике Сальери А о чем-то Большем Он Удивительно Широко Мыслил Сальери Завистник Но не только Завистник Он Воплощает В себе И реализует То самое Страшное Зло Которое Будучи Рассеянным Вокруг Гения Может иногда Даже злом Не показаться В этой пьесе Каждая Строка И ее Странным образом Совпадает С судьбой Пушкина Не будем проводить Прямых аналогий Они проводятся Как-то Сами собой В нашем Воображении Особенно Когда попадаешь Сюда В дом На мойке И думаешь О судьбе Пушкина О его Кончине И о том Как он Продолжает Сейчас жить Замечательно Сказал Один современный Поэт Настало Время Сказать Не только О том Что сделал Сановный Петербург С Пушкиным Но и о том Что Пушкин Сделал С ним Этот чопорный Бессердечный Свинский Как сказал Бальсан Сергеевич Петербург Стал свидетелем Того Что Услышав Роковую Весть О дуэли Тысячи людей Бросились Сюда К дому Поэта И навсегда Вместе С Россией Тут остались Умирающий Пушкин Сказал Il faut Que j'arrange Ma maison Мне нужно Привести В порядок Мой дом Через Два дня Его дом Стал Святыней И все Изменилось Все красавицы Фрейлины Аншефы Неаншефы Кавалергарды Министры Все стали Именоваться С годами Пушкинскими Современниками И имена Их почили В именных Указателях Пушкинских Изданий Говорят Пушкинская Эпоха Пушкинский Петербург О великолепных Дворцах Где они Танцевали И сплетничали О поэте Теперь мы Спрашиваем Только Бывал ли Здесь Пушкин Дворцах Все остальное Томим Предчувствуем А у другого Яд Ах правда ли Сальери Томим Марше Кого-то Отравить Не думаю Он Слишком Был Смешон Для Ремесла Такого А гений Он же Гений Как ты Да я А гений И Злодейство Две вещи Несовместные Не Правду Ты думаешь, бросает яд в стакан мост? Ну, эй же, за твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонию, пьет Сальери. Постой, 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 ты выпил без меня? Моцарт бросает салфетку на стол, Довольно, сыт я, идет к фортепиано, Слушай же, Сальери, мой реквей играет. Субтитры создавал DimaTorzok Нас мало избранных счастливцев празднует, Пренебрегающих презренной пользы Единого прекрасного жреца. Неправда? Гений и злодейство – две вещи несовместны. Эту простую и великую истину Пушкин утвердил в нашей литературе И подтвердил собственной судьбой. Он победил и время, и пространство. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok